Не спеша ветераны заходят в новое отделение. Одинцовский район первый во всем Подмосковье создал комфортные палаты для героев войны. Не случайно на открытие лечебного блока приехал региональный министр здравоохранения. Ну как вам в этой больнице лечится? Рай. Рай. Слышали такое слово? Серьезно? Вы не шутите? И такое бывает. В палатах есть все. Телевизор, холодильник, кондиционер, а еще кнопки вызова медперсонала, многофункциональные кровати, душевые кабины со специальными сиденьями. Каждый ветеран получит электронный браслет с GPS-модулем. С его помощью всегда можно узнать о состоянии пациента, а также отследить его местонахождение. Вот такие вот браслеты – это очень, кстати, удобная вещь. Для того, чтобы связь была с пациентом и с медперсоналом. Если у медсестры, у нее будет сигнал с каждой компетентом. В новом отделении будет комфортно не только пациенту, но и его родным. Халаты, тапочки, чайные сервизы выполнены в фирменном стиле «Спасибо за победу». Всего в Перхушковской больнице выделили четыре палаты для ветеранов. Каждая из них рассчитана на два места. Таким образом, за год здесь могут пройти лечение более 150 человек. Для ветеранов будет работать и отдельный пост с медсестрой. Вообще же в новом лечебном блоке сложился свой собственный микроклимат. Здесь мы создаем блок, где все восемь ветеранов, восемь человек могут между собой общаться. У них отдельная стойка, где находится медсестра, где к ним только особое внимание. У них такая своя территория. Подобное отделение вскоре планируют открыть и по всей Московской области. Мы уже объявили всему Подмосковью, и все наши главные врачи знают об этом, что в каждом лечебном учреждении, в каждом стационаре, в отделении обязательно должны быть комфортные палаты для участников Великой Отечественной войны. И вот здесь, на мой взгляд, прекрасный образец и великолепное исполнение этой задачи, потому что действительно палаты полностью соответствуют стандартам современным. Во время чаепития министр поручил ответственным лицам в самое ближайшее время продумать порядок госпитализации ветеранов, а также решить вопрос с их транспортной доставкой. Спрашивать будет лично. Анна Макарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Спасибо.